Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня решил написать видео на не самую простую тему. Как не умереть молодым ночью во сне. От еды либо от воды. От инфаркта либо от инсульта. Ночное время потенциально самое опасное время суток. Если вам по каким-либо причинам стало хуже днем. Вы имеете возможность обратиться за медицинской помощью. И сохранить не только свое здоровье, но и свою жизнь. Если же вам по вполне объяснимым причинам стало хуже ночью. Вам нужно иметь реально более значительный запас здоровья чем днем. Чтобы ваш организм смог выдержать эту непростую ситуацию. И вы могли проснуться утром в разном состоянии. Но проснуться и далее может быть оказана медицинская помощь. Потому как если вам ночью снится. Что у вас инфаркт либо инсульт. Возможно уже этот процесс пошел. И вам реально нужна медицинская помощь. Поэтому просмотрев это видео до конца. В нем я врач. Фитотерапевт. Диетолог. Борис Кончко. Автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Расскажу вам. Как не умереть молодым ночью от еды. Как не умереть ночью от воды. Как правильно использовать вредные привычки. Только правильное отношение к которым я имею ввиду курение. Употребление алкоголя может сохранить вам жизнь к утру. Чтобы вы могли правильное лечение применить. В зависимости от вашего уровня здоровья. Поэтому смотрите это видео дальше. Я думаю что много полезной. Не просто для здоровья. Но и для жизни важной информации. Вы в этом видео получите. Кто же может спокойно ложиться спать ночью. А кому? Чтобы снизить кардиологический риск в ночное время. Нужна предварительная подготовка. Все определяется тем. Насколько значительные запасы мобильной воды. Созданы в вашем организме. Которая будет расходоваться в ночное время. На снижение вязкости крови. А увеличивать вязкость крови. Могут потери воды. Четырьмя основными системами. С содержимым кишечника. Это количество воды сложно оценить. Но. Если кал утром идет не оформленный. Воды вы этим путем теряете больше. Часть воды теряется через органы дыхания. Для того чтобы слизь образующаяся в органы дыхания. Не перекрывала дыхательную поверхность. И не нарушила состояние хозяина энергии. Основного пути поступления кислорода в организм. Часть воды теряется на очищение организма. Путем выделения пота. И образования мочи. Если все четыре процесса вами обеспечены правильно. Или чрезмерные потери воды. Любой из четырех систем. Либо какими-то. Не происходят. Кардиологический риск минимален. И те возможности. Которые вы можете использовать. Чтобы снизить его. Кардиологический риск в ночное время. Вы узнаете прямо сейчас. Пожалуй. Самое лучшее депо мобильной воды. В ночное время. В том числе. Это мышечная ткань. Мышца примерно на 80% состоит из воды. При активном обмене веществ которой. Вода легко перемещается в кровеносное русло. Поддерживая вязкость крови. На оптимально низком уровне. Жировая ткань также содержит воду. Примерно 50% на. Скорость обмена веществ в жировой ткани. Значительно меньше. Иными словами. В этом случае. Хуже. Поддерживается вязкость крови. На минимальном уровне. И кардиологический риск. Возрастает. Более того. Есть как минимум один. А возможные несколько показателей. Которые дополнительно. Увеличивают кардиологический риск. При наличии ожирения. Об этих показателях я расскажу. Несколько позже. А в данном случае рецепт понятен. Активный образ жизни. Приводит к тому. Что развивается в большей степени мышечная ткань. И кардиологический риск в ночное время снижается. Для тех кто ведет малоактивный образ жизни. Кардиологический риск соответственно повышается. Но. Активный образ жизни. Только в том случае. Если вы знаете как правильно заниматься спортом. Такие видео есть на моем канале. Как правильно пить воду при занятиях спортом. Как правильно питаться. Есть множество нюансов. Не учитывая которые. Вы можете пострадать. Пока вы будете накачивать мышечную ткань. Важно не сорвать работу сердечно-сосудистой системы. Правильно употребляя воду. А также пока вы будете накачивать мышечную ткань. Чтобы результат был максимально возможный. Нужно наладить правильное питание. Улучшить работу пищеварительной системы и печени. Потому как работающая мышца. Для супер компенсации. То есть для увеличения объема. Требует правильного поступления. Всего необходимого для этого процесса. Если у вас правильное питание не налажено. Вы интенсивно занимаетесь спортом. А мышечная ткань почему-то не растет. В некоторых случаях может даже уменьшаться. Потому как работа присутствует. А компенсации нет. Я уже не говорю про супер компенсацию. Чтобы мышца стала большим объемом. Поэтому правильно занимаясь спортом. Вы не только изменяете рельефы своего тела. Но и снижаете кардиологический риск. Если вам такой путь снижения кардиологического риска в ночное время не очень приемлем по каким-то показателям. Без проблем. Можно создать другие резервы воды в своем организме. Мобильной воды. И снижать кардиологический риск ночью. Об этом вы узнаете. Прямо сейчас. Пожалуй самое простое решение. Нужно просто выпить воду вечером перед сном. И эта вода будет поддерживать вязкость крови на более низком уровне. Но. В составе крови много разных функциональных элементов. Один из них свободная вода. Который у взрослого человека примерно 200 миллилитров. Как только в кровеносную систему проникая допустим вечером выпили стакан воды перед сном. Как только в кровеносную систему попадает второй стакан воды. Идет увеличение объема крови. Гомеостаз реагирует. И то ли первый стакан должен выйти. То ли второй выйдет. Сам по себе. То ли они в разных пропорциях. Но. Примерно через час в кровеносной системе вновь примерно 200 миллилитров свободной жидкости. Которая будет расходоваться по приоритетам четырьмя разными путями. Иными словами стакан воды перед сном снизит вязкость крови вам примерно на 1 час. А спать нужно 8-10 часов. Простой арифметикой вы не обойдетесь. Выпить 8-10 стаканов воды вечером перед сном. Да. На какое-то время вы вязкость крови снизите. Но сон будет прерываться. Походами в туалет. Для очищения мочевого пузыря. Вернее его освобождения. Потому как избыточное количество воды будет выделяться в основном мочевыделительной системой. И вы вынуждены будете прерывать сон. А это для здоровья и активного долголетия не самое лучшее решение. Конечно можно выпить не просто воду. А подсоленную воду. Либо какие-то блюда подсоленные. То ли вы используете например пиво и соленая рыба. Соль из рыбы будет удерживать влагу в кровеносной системе. И вязкость крови будет снижена. То ли вы используете салаты, винегреты в которых также присутствуют в активном количестве соленые продукты. Либо вы хорошо посолили. Соль удерживая воду в кровеносной системе. Вязкость крови будет снижать. Увеличивается объем циркулирующей крови. И в случае если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Я имею ввиду атеросклероз сосудов. Я имею ввиду явление миокардиодистрофии. Кардиодистрофии, кардиосклероз. Сердечно-сосудистая система все равно всю ночь будет работать с приличным перенапряжением. И кардиологический риск только видоизменится. Вязкость крови будет низкой. Но риск инфаркта либо инсульта. Иными словами поражение сосудов. Будет в еще большей степени повышен. Просто он приобретет несколько иную окраску. Для тех у кого сердечно-сосудистая система в хорошем состоянии. Утром чаще всего просыпаетесь с отеками. Потому как соль с водой удерживая воду в кровеносной системе. И удерживая ее в состоянии более жидком. Будет мешать работе основного фильтра. Работающего ночью это почкам. Почки будут выделять меньшее количество мочи. А продукты жизнедеятельности образуются. Организм восстанавливаясь тоже вырабатывает продукты жизнедеятельности. И проснувшись утром вы увидите в зеркале отечное лицо. Отеки под глазами. Возможно увидите отпечатки постели на теле. Это показывает что не смог ваш организм по причине избытка соли в рационе вечером полноценно очищаться. И токсины вместе с водой оказались в подкожной клетчатке. Конечно это косметический больше эффект. Который может быть легко устранен в течение нескольких часов после сна. Но кардиологический риск также присутствует. Поэтому подсоленная вода не лучшее решение вечером перед сном. А какие на мой взгляд лучше компоненты внести на ужин. Чтобы поддерживать вязкость крови максимально длительное время во время ночного сна на более низком уровне. Вы узнаете прямо сейчас. На более продолжительное время чем просто вода. Снижают вязкость крови овощные либо фруктовые соки. Первично полезные вещества из этих напитков. Проходят вместе с водой в кровеносную систему. Попадают на уровень клеток. Где используются в обмене веществ. Образуются конечные продукты жизнедеятельности. Которые уже с этой же водой возвращаются в кровеносную систему. И удаляются из организма одним из четырех путей. Которые я обозначил ранее. И вязкость крови снижается на ближайших 2-3 часа. Это тоже хорошая помощь. Правда не самая эффективная. А более надежно снижают вязкость крови. Банальные каши. Лучше готовить каши не рассыпчатые. А в виде каши размазни. Переваривается она относительно дольше. И менее интенсивно попадают продукты переваривания в кровеносную систему. Проходят с водичкой. Кровь попадает на уровень клеток. И дальше возвращаются тем же путем. Иными словами часа на 3-4. Каша вам тоже вязкость крови поможет контролировать на более низком уровне. Вот чего не стоит делать вечером перед сном. Это употреблять мясо, рыбу, птицу. Есть такие варианты использования этих продуктов. В ночное либо в вечернее время. Они показаны. Дескать они лучше так перевариваются. Но в ночное время пищеварительная система все же тормозит. А в переваривании этих продуктов есть одна очень интересная особенность. Как только вы употребляете. Не важно какие продукты с концентрированным содержанием белка. Мясо, рыба, птица, бобовые, горох, фасоль. Имеет значение принципиальный момент. Для того чтобы их полноценно переварить. Вначале вы их пережевываете. И часть воды в составе слюны оказывается в просвете полости рта. Вы ее проглатываете. Попадая в просвет желудка, слюна не всасывается. А пищевой комок продолжает насыщаться уже желудочным соком. Иными словами, часть воды из кровеносного русла через железы желудка попадает в просвет желудка. Дальше содержимое перемещается в двенадцатиперстную кишку. И первично щелочной сок двенадцатиперстной кишки должен нейтрализовать соляную кислоту. Щелочной сок двенадцатиперстной кишки образуется путем перемещения части жидкости из кровеносной системы через соответствующие железы в просвет двенадцатиперстной кишки. Аналогично реагирует поджелудочная железа и тонкий кишечник. Только после того, как в тонком кишечнике белки будут переварены до аминокислот, начинается всасывание. Иными словами, 3, 4, 5, 6, а возможно и более часов идет активная секреция воды из разных отделов пищеварительной системы в просвет пищеварительной системы. Только печень в этом случае меньшее значение имеет для увеличения вязкости крови. О том, как желчь была собрана в желчном пузыре до этого. Из воды, которая циркулировала в кровеносной системе до приема пищи. Но после приема пищи печень, фильтруя кровь, свои 200 мл в желчный пузырь сложит. И 99% желчи это вода. Иными словами, если вы вечером употребляете белковые продукты, концентрированные, там где много белка, у вас возникает очень серьезная проблема из-за вынужденной секреции разных пищеварительных желез в просвет кишечника. Соответственно, увеличивается вязкость крови по причине того, что пищеварительная система не служит источником воды. Эта вода начнет всасываться ближе к утру и снижать вязкость крови. Но до утра еще нужно дожить. Нужно иметь другие мобильные резервы воды, которые в этом случае будут использоваться. Для обеспечения активной работы пищеварительной системы. И этот момент очень важен. Поэтому питание концентрированной белковой пищей на ночь, это не лучшее питание и очень рискованное для вашей жизни. А какой лучший вариант, на мой взгляд, может быть, если вас интересует вязкость крови ночью, чтобы снизить кардиологический риск? Вы узнаете прямо сейчас. Для относительно здорового человека, на мой взгляд, самый лучший ужин – кисломолочные продукты. 200, 300, 400 мл. Йогурт, простокваша, кефир – это ваш выбор. Который, не перегружая работой вашу пищеварительную систему, создаст мобильный запас воды практически до утра. А если на десерт попадут сочные фрукты, цитрусовые, ягоды, запас воды только увеличится. И безопасность вашего организма также. Если же регулярно, либо периодически присутствуют темные круги под глазами, то, на мой взгляд, самый лучший ужин – это овощной суп, либо борщ. Медленно перевариваясь, в еще меньшей степени нагружая пищеварительную систему, чем кефир, мобильный резерв воды в вашем организме также будет создан. А кардиологический риск будет снижен. По окончанию ночного сна, вам важно правильно пить воду утром. Такие видео есть на моих каналах, как правильно пить воду утром натощак, чтобы быстрее компенсировать ночные потери воды и обеспечить максимальной безопасностью ваш рабочий день. Если же в ночное время вы спите в не самых комфортных условиях, я имею ввиду слишком жарко, потери воды будут увеличиваться через легкие и через кожу. Если в не самом лучшем состоянии мочеводелительная система, возможно, будет частое мочеиспускание, будете терять воду и этим путем. Если вы храпите, слишком много воды может испаряться с поверхности органов дыхания и усиливать кардиологический риск. В этих случаях, безусловно, простого решения нет. Нужно решать каждую ситуацию, выясняя причины и работать с причинами. Значительно проще отношение к вредным привычкам. Отношение к алкогольным питкам оно простое. В небольшом количестве это аперитив, облегчающий переваривание пищи и снижающий вязкость крови. В большом количестве алкогольные напитки, спирт, попадая в кровь, увеличивают вязкость крови и кардиологический риск не только до утра, а, возможно, на ближайшие сутки. Двое. Все зависит от количества употребленного алкоголя. С никотином все еще проще. После каждой выкуренной сигареты вязкость крови увеличивается примерно на один час. Иными словами, для того, чтобы снизить кардиологический риск, ночью от, собственно, курения здесь и сейчас, вам нужно просто бросить курить за один час до сна. Конечно, измененные никотином сосуды вы этим способом не восстановите. Но кардиологический риск в эту ночь снизите. А дальше все зависит от вашего выбора, что вы хотите по своему здоровью получить. Какой уровень здоровья вас интересует и какая продолжительность жизни вас также интересует. Безусловно, многое зависит еще и от состояния печени. Все обозначенные мною способы снижения веса так или иначе требуют от печени максимальной работоспособности. Если она не очень управляет обменом углеводов, жиров, белков, то это разными путями способствует увеличению вязкости крови в ночное время и не только в ночное время. А так, соответственно, увеличивает и кардиологический риск. Поэтому, для того, чтобы получить максимальный эффект, конечно, нужно заниматься организмом в целом, а не отдельными органами. Но, для того, чтобы вносить какие-то коррективы в свой образ жизни, обычно начинают с понедельника, кто-то с утра начинает. Так вот, чтобы дожить до утра и не умереть ночью молодым, я вам рецепты дал, а дальше ваш выбор, как вы этой информацией воспользуетесь. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения!» И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк, не забудьте подписаться на мой канал, тогда уведомления о новых видео придут вам в почту, и вы сможете их просмотреть одним из первых. Канал достаточно хорошо насыщен информацией, которые подаю в простом, доступном для большинства виде. И такие видео со временем, новые видео на нужные для вас темы будут появляться на этом моем канале и на других моих каналах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!